Израильская армия опубликовала кадры тёмных извилистых коридоров, в которых, как сообщается, Хамас удерживал часть израильских заложников. Эти картины ещё долго будут преследовать семьи тех, кто до сих пор числятся пропавшими без вести. У дома премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались десятки людей и требуют, чтобы правительство заключило сделку, которая позволит вернуть их родных домой. Прошло 107 дней, и мы требуем, чтобы они исправили ошибки 7 октября. Это может начаться только с возвращения всех заложников живыми. Возвращение 136 заложников в мешках ни при каких условиях нельзя считать победой. Речь идёт о сделке, предложенной Хамас правительству Израиля. В обмен на возвращение всех заложников Хамас требует прекратить войну и освободить палестинских заключённых из израильских тюрем. Но премьер-министр Нетаньяху уже категорически отверг это предложение. Он считает, что прекращение огня сделает возможным повторение террористических атак Хамас на Израиль. «Я категорически против условий капитуляции, предложенных монстрами из Хамас, которые в обмен на наших заложников хотят прекращения войны, вывода наших войск из Газы, освобождения убийц из военного крыла Хамас и сохранения самой организации. Если бы мы согласились на это, то наши солдаты погибли бы напрасно, и мы не смогли бы обеспечить безопасность наших граждан». Однако может ли продолжение войны обеспечить безопасность и возвращение заложников? Однозначного ответа в стране нет.